Всем привет! Меня зовут Наталья и вы находитесь на моем канале о вязании. Сегодня у нас 16 мая, понедельник. Потихоньку начинаю снимать новый влог, который планирую выпустить в пятницу перед выходными, чтобы вам было на выходных что посмотреть. Хотя сейчас наступает такая теплая пора, что, наверное, на выходных не до ютуба все уезжают на дачи, за город, больше гуляют. Впрочем, как и мы, на этих выходных мы особо никуда не ходили, не ездили, но вчера вечером прошло долгожданное мероприятие, которое мы ждали с марта 2020 года. У нас были куплены билеты на группу «Руки вверх» на концерт. И вот, наконец-то, естественно, из-за пандемии, я не знаю, сколько раз он переносился, этот концерт. И сейчас, вот вчера, наконец-то до нас доехал Сергей Жуков со своей группой. Если честно, до конца не верили, что будет концерт, потому что в Ростове аэропорт закрыт, и очень много концертов отменяется именно по этой причине. То есть артисты не хотят ехать на поезде, долго это добираться, поэтому им проще отменить или перенести концерт, чем заморачиваться с дорогой. Но «Руки вверх» к нам доехали. Большое уважение, если честно, вот именно из-за этого, да, к артисту он не стал жалеть своего времени, своих сил, чтобы добраться до нас. Ну, хотя мог бы, да, что там, не приехал два года, еще бы полгода подождали там или сколько. Но он решил все-таки, что эти концерты нужно провести. Мы вчера с большим удовольствием там попели, поплясали, у нас были билеты на танцпол. Ну, в общем, все было круто. Наверное, вставлять видео не буду, потому что, скорее всего, YouTube заблокирует, это же авторские права. Песни «Руки вверх», я думаю, вы и так знаете. Давайте теперь покажу, что я получила. Наконец-то дошла до меня одна из посылочек с Алиэкспресс. Это вот такие для держателей, да, как это, клипсы, наверное, называются. Не буду их раскупоривать, шуршать будут сильно. И немножко деревянных фигурок. Тут некоторые по двери заказала. Две птички заказала, слоник одну, лошадку и листочек вот такой. Еще одна посылка с деревянными фигурами с этого же магазина, кстати, идет. Причем она была сделана раньше, а это позже. С разницей примерно две недели. Ну, вот это уже дошло, а то и вообще никаких нет опознавательных знаков. Не знаю, когда она дойдет, но будем надеяться. Сейчас очень большие сроки доставки стали на Алиэкспресс. Не знаю уж, с чем это связано. Наверное, не видно вам, да? Не посмотрела в камеру. Вот. Это мои небольшие покупочки. Из пряжи я... Что я заказывала? Я заказала для пледика. Меня заказали плюшевый плед. Пришлось мне заказывать вот этот Ализе Пуфи. И там заказала моточек черных ниток глазки вышивать хлопка стопроцентного. И моточек оливкового цвета на морковку. Ну, в общем, все сложно. Это будет заказ. Но почему-то нужно обязательно, чтобы ботва была не зеленая, а классическая оливкового цвета или хаки. Ну, вот как-то так. Теперь давайте покажу, что у меня навязалось. Я вам рассказывала, что мне заказали косыночку для маленькой девочки. Вот. Это такая ажурная красота. Давно я не вязала крючком именно вот вещи. Да, все игрушки, игрушки. Но прям с удовольствием повязала, вспомнила. В сообщество добавлю вам схемку на эту косыночку. Или, может быть, уже добавила, пока вышло видео. Скорее всего, она уже там есть. Поэтому, если кому нужно, переходите, смотрите. И в этом же заказе у меня была соска-грызунок. И я решила на наличие сразу сделать еще одну такую же сосочку. Пускай будет. Потому что наличие у меня... Да, можно сказать, уже вообще нет. Все, что было из наличия, оно как-то разошлось в бронь по заказе к небольшим. Так, не буду долго заострять на всем этом внимании. Дальше у меня был заказ для двух близнецов на два комфортера. Это вот такой жирафик и мишка. Но вот что-то мне кажется, что мишка, надо, наверное, ему голову делать побольше. Как-то непропорционально. Вот с жирафом нормально все с головой. А вот с мишкой мне не очень нравится. Подняла камеру, а то как-то слишком низко. Было плохо видно. Ну, вот мне кажется, жирафик, голова прям нормально. А мишка маловато. Напомню, что на Яндекс.Дзене я выпустила мастер-класс на этого жирафика. Он в PDF формате. Поэтому вот на YouTube я его никак не могу вставить в сообщество. Столько фотографий, к сожалению, не вставляется. А там как бы спокойно можно это сделать. Ссылочку давайте под видео вам оставлю именно на мастер-класс. Переходите, если кому нужно. Потому что многие спрашивали про этого жирафика. Мишка, естественно, вяжется тело так же, как и у жирафика. Голова я делала прибавки до 48 петель. Потом 9 рядов вязала без прибавок-убавок. И, соответственно, убавки в другую сторону. Голову можно от любой игрушки взять и к этому телу приделать. Это как бы вообще не проблема. Есть, конечно, в планах. Я даже, по-моему, отфотографировала, когда предыдущего мишку вязала розового. Как, да, там фотографии с головой. Но не оформила до сих пор. И не знаю, когда я это сделаю в ближайшее время. Потому что очень много заказов, очень много работы. Сейчас уже до середины июня у меня закрыто все по заказам. Каждый денечек заполнен. Никак я не приду к единому, скажем так, схеме, да, выполнения заказов, как мне, на какие числа мне лучше их брать. Потому что, ну, вот, чтобы не бегать, каждый заказ, да, не отправлять на почту, нужно, наверное, принимать, например, вот на понедельник, да, в следующей неделе я делаю до понедельника заказы. В понедельник отправляю. То есть на неделю, грубо говоря, там я могу, например, три заказа принять. Вот я их записываю там. Вот сегодня какой? 16 мая, да, вот будет готов ваш заказ. И так вот на 16 мая три заказа. В понедельник все это отфотографирую, отправляю заказчикам. И после оплаты иду сразу на почту. Все три заказа отношу. Потому что иначе у меня получается, что я бегаю чуть ли не по каждому заказу. Но вот уже май я дорабатываю так, как есть там, пона записывала, да, кучу всего. А уже с июня вот стараюсь так вот делать. Понедельник, скажем так. Так, и на июнь мне заказали оптовый заказ сразу на 6 наборов. Это получается погремушка, маленькая игрушка и держатель для соски. Девочки, вы спрашиваете в комментариях, для чего ж такие большие наборы, ну, такие большие заказы, да, для кого заказывают. Вот честно скажу, я не спрашиваю. Если человек сам мне не пишет там, я хочу там продавать ваши работы у себя в магазине, да. Или там вот у меня был, когда заказ для одной известной фирмы заказывали, нельзя говорить название, но для очень известной фирмы заказывали через агентство. Они очень много погремушек у меня в декабре месяце прошлого года, 60 штук я делала. И когда мне говорят, да, как бы, ну, сказали и сказали. Но если мне сами не пишут, я не спрашиваю, для чего им такое количество игрушек. Ну, понятно, что, скорее всего, да, на перепродажу. Но так как они оплачивают, да, это не так вот, что там я делаю бесплатно, отправляю, а потом уже, когда продадутся там, тогда мне денежку перечислят. Нет, они оплачивают, делают, как обычный заказ, оплачивают только большое количество. Поэтому я считаю, что я не вправе спрашивать, зачем человеку столько игрушек. Как бы хочет он перепродавать в своем каком-то оффлайн-магазине. Потому что многие берут там, например, занимаются детской одеждой, да, и для ассортимента добавляют вот такие вот себе, да. Или был там у меня заказ в прошлом году или в позапрошлом. Да, наверное, еще до пандемии это было. Девушка в Москве ходит на ярмарки ручной работы. Но так как одному человеку просто нереально, да, столько навязать, особенно если еще там и работаешь где-то, а это как доп. заработок, она у меня заказывала небольшие игрушечки сразу по 10, например, штук, по 5 штук. Заказывала у меня, оплачивала мне их полностью, а потом уже перепродавала там у себя, не знаю там по какой цене, мне это уже, если честно, совершенно не важно. Мне мою цену заплатили, да, дальше, как говорится, делайте, что хотите. Поэтому не спрашивайте меня о том, зачем столько наборов, не знаю. Мне об этом в этот раз не доложились. Так, вот второй заказик и еще один заказ. У меня были в наличии ушки-шуршалки, был грызунок. Я выставила это как наличие и попросили довязать к этому набору зайку-погремушку, чтобы был уже целый набор. И вот такой зайенька, давайте вот это уберу, наверное. И вот такой зайенька получился у меня. У меня он был в наборе, так и задумывалась, что вот зайка вот такой там есть, да. Но потом продался он отдельно, забрали у меня только зайку, остальной набор остался. И вот попросили, да, довязать такого же зайку и забрали целым набором. Я уж не стала там на июнь месяц, да, ну как бы это из наличия есть, там этого зайчика связать пару часов. Не стала я на июнь месяц это откладывать. Сказала, что сделаю быстренько и отправлю уже сразу наборчик, все готово. Потому что, ну тоже, да, не всегда у людей есть время ждать столько. Особенно, когда вот они берут из наличия, это явно какой-то дате определенный должен быть. Или подарок, или просто хотят тогда. Ну, скорее всего вот из наличия берут на подарки. Я сегодня, наверное, объявлю, что на май я больше заказы не принимаю. И до середины июня тоже не принимаю заказы. На вторую половину июня получается. Но у меня там, по моим подсчетам, у меня там будет несколько окошек. И я буду просто вязать на наличие, да, и выставлять, если у меня будет получаться. Все, думала, что минут на 5, она болтала уже на 12. Давайте, это будет слишком большой влог, потом в конце недели. Вот тоже, да, одним днем снимаешь, вроде нечего особо показать. А когда за неделю, там будет очень длинный влог. Ну, кому как нравится, посмотрим, как зайдет. Длинный, короткий. Все, всем спасибо за внимание. Пока, до следующего подключения. Всем привет! Очередное подключение в этом влоге. Сегодня уже у нас 19 мая, четверг. Не часто я подключаюсь, но, скажем так, по мере готовых работ, которые мне нужно отправлять. Получила вчера посылочку с пряжей на очередной заказ. Мне заказали пледик. Вот такой красивый медовый цвет. Это Ализе Пуфи. Прошу прощения. Цвет 310. Он, по-моему, так и называется, медовый. Я начала уже сегодня его вязать. Прям вообще не могла оторваться. Два моточка на одном дыхании связала. Вообще очень люблю эти пледы. Они прям такие притягательные, затягательные. Не часто их заказывают, но я думаю, что сейчас, после лета, к осени будет очередной этап заказов на них. И я решила, поговорила с мамой моей. У нее она работает полдня. Основное время рабочее у нее до двух, потом дома. И я решила, что вот эти пледы передам заказы ей. Потому что не хватает у меня пока времени делать столько, сколько мне бы хотелось делать. И надо начинать, наверное, расширяться, потихоньку брать помощниц. Если честно, я хотела найти помощниц и на погремушке те же, чтобы хотя бы детали вязали. Но вот сколько я просматриваю, ну, сразу видно, да, что чужой стиль, другой стиль. Причем, так как у меня есть мастер-классы, да, но вроде бы казалось, вяжут все по одному мастер-классу, да, вот того же осьминожку или там того же мишку, того же жирафика. Но вот я смотрю и, ну, все равно вот девочки выставляют, да, свои работы отмечают меня. Совсем по-другому выглядит. У каждой мастерицы, естественно, свой стиль и все совсем по-другому выглядит. Поэтому пока, наверное, идею с тем, чтобы взять себе помощницу, я оставлю. Да что такое сегодня с моим горлом? Не знаю я, как передать часть обязанностей, да, делегировать, хотя это первое правило, делегировать обязанности другим, чтобы себе было легче, ну, и чтобы больше, естественно, брать заказиков, потому что приходится многим отказывать. Я понимаю, что и людям это неприятно, да, и мне неприятно отказывать, прям очень неприятно. Я вот не люблю, когда у меня хотят заказать игрушку, там, даже вот, ну, там, готовы две недели подождать, но, естественно, не месяц, потому что у меня сейчас заказы с готовностью на конец июня уже идут. До этого все занято. Но пока вот я не представляю, как это сделать, потому что будет видно, что не мной связанная игрушка, она совсем другая получается. Но вот пледики, да, как бы тут ничего сложного нету, поэтому пледики я решила на них отдавать маме заказы, хотя они не часто заказываются, скажем так, но все равно. Может быть, если не надо будет ждать, там, месяц, да, то и пледики будут чаще заказываться. Так что вот такая у меня новость. Будет у меня теперь помощница в виде мамы на вязание пледиков. Слава Богу, пряжа подешевела, да, тех же цен, которые были до всей этой суматохи, и теперь можно не задирать на них бешеную цену, да, оставить адекватные расценки. Так, это вот из того, что я заказала, это новая моя работа, но я сегодня буду гнать этот пледик, чтобы сегодня его сделать, чтобы он у меня уже не лежал. И заказала еще два моточка, это у меня, спрашивали, кстати, чем я вышиваю, вот, я вот этим вышиваю. Пехорка успешная, 220 метров 50 грамм моточек, это стопроцентный хлопок мерсеризированный. Вышиваю именно им глазки, носики, там, и все такое. И вот такой цвет у меня еще в заказе, Yernard Jeans 82-й. Ой, если я не ошибаюсь, он называется оливковый там. Хаки. Нет, наверное, оливковый. Ну, вот, 82-й, в общем-то. Мне заказали ботву морковки, я, по-моему, в прошлом включении рассказывала, да. Заказали ботву морковки вот из, не зеленого цвета, а вот такой вот хаки или оливковый, ну, выбрали вот этот. Это все из моих заказиков. В принципе, пока как бы все. У меня, кстати, есть еще один заказ интересный. На 20-е, по-моему, июня там стоит выполнение. На ярмарке мастеров мне заказали большую плюшевую морковку связать. Ну, спросили, могу ли я связать побольше морковку? У меня же там есть погремушка морковка, да, но она там что-то сантиметров 10. Могу ли я связать сантиметров 25? Ну, я так представила, вязать 25 сантиметров полухлопком, это ж, я не знаю, сколько я буду ее вязать. Да, и это очень дорого будет. Поэтому я предложила плюшевую, ну, расписала по ценам, да, сколько примерно та выйдет, сколько та. Ну, и как бы девушка согласилась на плюшевую, хочет брату с вами подарить на день рождения. Поэтому будем вязать еще и вот такую большую, огромную морковку плюшевую, но это в июне, надо на нее еще пряжу заказать, потому что у меня плюша нет вообще. И давайте теперь вам покажу, что у меня из готовых работ. Работала над двумя заказами. Первый заказ это вот такой наборчик, тигренок по моему мастер-классу, грызунок выбрали с кенгуру, и вот такой тигренок девочка. Это на основе мастер-класса, вот, наверное, многие знают в инстаграме, к сожалению, не помню девушку, как зовут, бесплатное описание. Там идет зайка-балерина. Я вам даже как-то в не совсем давних видео показывала, был у меня заказ на такую зайку, там, молочную в розовом платьице. Зайка-балерина вот в такой она юбочке идет, и попросили связать не только не зайку, а тигренка, да. Но я взяла тело от зайки, а голову со своей погремушки, со своего мастер-класса, и получился вот такой замечательный набор. Мне, конечно, не очень нравится это белое платье, но коричневым делать мне показалось, что это слишком как-то темно будет, поэтому сделала беленьким, но заказчице ничего не сказала, понравилось. И вот последний заказ, над которым я работала, тут, ну, скажем так, не набор, а три разноплановых игрушки, естественно, зайка. Попросили сделать сразу шуршащие ушки. Кстати, я вот думаю, может быть, правда в этих погремушках делать шуршащие ушки, поднять там еще цену, например, на 50 рублей, там, да, и предлагать. Можно с шуршащими ушками, можно без. Потом жирафик, это по мастер-классу Ольги Оскаровой бесплатному с Ютуба. Ну, кстати, вот жирафики, видимо, потому что они яркие, очень сильно пользуются спросом. Я вам рассказывала, да, что одно время на них вообще был шквал заказов. И вот такой осьминожка. Когда-то я уже вязала в таком цвете, зимой, наверное, или весной этой. И попросили в таком же цвете, ну, вот прям, прям суперски получился. Мне очень нравится. В этот раз не на деревянном колечке, а выбрали вот такое вот пластиковое, чтобы можно было там на коляску, на кроватку прицепить. Так что вот такая красота. Да, сегодня, кстати, да, говорю вам, не делегирую обязанности. Так делегируешь, оказывается. Муж у меня теперь на почту ездит. Поэтому уже чуть-чуть попроще. Сейчас буду упаковывать. И в обед он отвезет это. Будет ехать с обеда и завезет все на почту. Сегодня, как я уже сказала, буду работать над этим пледиком плюшевым. И на понедельник у меня готовность следующего заказа. Это будет две погремушки. Зайка и львенок. И две игрушки. Жирафик опять такой же. Бегемотик серый. Бегемотик у меня, кстати, есть. И будет разноцветный грызунок. На грызунок, кстати, надо еще скинуть. Какие у меня есть в наличии детальки. Потому что я не скидывала. Так, это вот на понедельник готовность заказа. Надо тоже начинать делать его, да. И следующие два заказа у меня будет готовность 27 мая. То есть, вот как я и говорила, я решила чуть-чуть их разделять по времени. Чтобы не по одному заказу на почту отправлять, а сразу 2-3. Вот. И, в принципе, все. Да, наверное, я сегодня плед этот доделаю. Завтра вам еще досниму. Может быть, еще вспомню. А, вот еще у меня есть что. Илья вам показывала. Наверное, показывала, да, что я второй этот связала. Показывала, наверное, в прошлом. Кстати, вот классно смотрится. В одной цветовой гамме. Плед досниму, довяжу этот. И завтра уже досниму все это. Может быть, еще что-то вспомню рассказать. И буду уже... Выпущу завтра визовлог. А потом уже дальше будем после выходных думать, смотреть. Ребенок со следующей недели уже, можно сказать, дома. Со среды. Последний звонок. И все, учеба закончилась. Поэтому не совсем еще представляю, как у нас будет проходить наше лето. У меня рабочее у него отпускное. В общем, много планов было на лето. Ну, посмотрим. Все. Давайте до завтра. А то я так уже наболтала. Так, ну что, всем привет. Доброе утро. Сегодня у нас пятница, 20 мая. Покажу вам последнюю готовую работу на данный момент. И буду заканчивать свой влог, выпускать. Довязала я пледик. В принципе, вяжется очень быстро. Я как бы не часто сейчас вяжу такие пледы. И девочки, пишите мне очень часто. У меня есть видео по расчетам, да. По вот этому пледу, узор плетенка, сколько нужно набирать петель и какой расход идет. И мне очень часто пишут, что вязала, вот ничего не получилось, у вас неправильные расчеты. Вот честно, я не знаю, почему у вас так получается. Я сегодня все довязала, да, из 5 мотков на 50 петель, да, стандартный размер 85 на 85 сантиметров. Он у меня получился 83 на 85. Я все перемерила. Ну, вот честно, я не знаю, там у некоторых вообще 70 сантиметров получается. Может быть, вы не такую пряжу покупаете. Скорее всего, у вас идет Ализе Пуфи Файн. Тогда вы не обращаете на это внимания, а мне предъявляете претензии под видео, да, что я вам неправильные расчеты дала. Вот давайте сначала вы почитаете комментарии, потому что я очень много под этим видео комментировала. Сейчас, если честно, уже подзабросила, потому что вопросы одни и те же. Указана формула, все указано для расчета, сколько нужно мотков. Под видео вся информация есть. Ну, неужели сложно там написать, вернее, прочитать, да, подумать, прежде чем писать в 150 раз один и тот же вопрос, а сколько нужно мотков на такой-то такой-то плед. Или у меня не получилось, у вас неправильные расчеты, вы даете неправильную информацию. Там, знаете, столько грязи иногда выливается, что просто ужас, и руки опускаются, ничего делать не хочется. Да, и вообще под видео там, ладно, не очень хочется на эту тему говорить, да, Ну, скажу так, вы сначала попробуйте сами снять видео, смонтировать его, выпустить, а потом уже критиковать других. У меня мнение такое, не нравится вам, не смотрите. Все, вот мне, например, очень часто бывает, да даже голос просто, да, не заходит. Не нравится мне голос, я не смотрю, все. Я не буду человеку писать, какой у вас там голос не такой, или там про музыку написали, то же самое. Ну, не смотрите, девочки, ну, я же ни на кого не обижусь, если вы там не будете смотреть. Да, у меня стандартная музыка вся взятая с источников, которые бесплатные, да, которые разрешают, которые сто процентов не заблокируют. Я же не хочу, чтобы выпустили видео, да, а потом через там несколько дней его заблокировали, а может и сразу заблокировали, потому что я взяла музыку хорошую, которую нельзя брать по авторским правам. Я беру музыку с того же картотеки, или как это называется, гугла, да, который предоставляет музыку, где не надо просить разрешения на использование, да, потому что авторские права – это не шутки. Но сейчас с этим всё строго. Точно так же по этой причине я не буду вставлять кусочки с концерта руки вверх, потому что авторские права, мне заблокируют видео. А вот так вот писать, там, да, у вас ужасная музыка, или там вы неправильные расчёты на плед дали. Ну, хорошо, сделайте свои расчёты, дайте. Все вот вяжут, а для вас неправильные расчёты. Всё, не хочу больше о наболевшем говорить, скажем так, просто иногда нужно высказаться, да, чтобы меня услышали. А у меня разговор короткий, не нравится, не смотрите, я ни на кого обижаться за это не буду. Всё, пледик готов. Ещё одна готовая работа в копилочку. Хочу, кстати, в конце месяца в этот раз посчитать, сколько же у меня было связано игрушек. В принципе, я вроде бы все игрушки, но у меня сейчас и список заказов есть, да, помимо заказов редко что у меня вяжется. Но это несложно вспомнить и видео, да, я вам всё рассказываю, какие у меня готовы работы. Давайте пледик уберу. Хочу посчитать, сколько у меня в конце месяца будет готовых работ. Но мне что-то кажется, я очень много связала в этом месяце. Постоянный, да, поток заказов. Хотя майские праздники были выходные, я не брала на них заказы. Ладно, теперь давайте расскажу, что у меня взяла, да, очередной заказ, что делать буду сейчас. У меня будет жирафик, такой же, как вот я показывала вам в прошлом включении. Коричневый не стала брать, он у меня там уже лежит в корзиночке, потому что недавно вязала. Потом с этого же цвета у меня будет погремушка львенок и грива будет оранжевая. На львенка у меня есть мастер-класс, оставлю ссылочку под видео. Дальше у меня будет молочный зайка-погремушка и воротничок у него будет вот такой ярко-синий красивый. Мне кажется, будет просто замечательно, прям классная яркая игрушка получится. В этот же заказ у меня идет бегемотик серый из наличия. Ну, уже потом, когда будет все готово, да, в следующем влоге я вам все покажу. И грызунок с яркими цветами, как под радугу, там будет 5 цветов, с сердечком, выбрали сердечко. Это вот я планирую сделать сегодня пятница, ну, сегодня, завтра, да, там, завтра у моей мамы день рождения, как бы будем готовиться к празднику, полдня уйдет, ну, и воскресенье. В общем, до понедельника мне нужно сделать этот заказ. Буду отправлять уже пледик и вот этот заказ. Получается две погремушки, две игрушки и грызунок. И там у меня уже останется три заказика на май, на 27-е и на 29-е. Но я их планирую тоже все вместе сделать, чтобы уже потом все вместе отправить. На июне у меня уже тоже до 20-го числа расписаны заказы, так что потихоньку работаем. Я себе поставила большую финансовую цель, да, и чем больше я сделаю, тем лучше. Кстати, по поводу заработка. Я думаю, многие знают, да, что с Ютубом сейчас все очень сложно. Мало того, что у нас теперь с России, с просмотров из России не поступает доход, так еще и тех, у кого приходили выплаты на Сбербанк, карты заблокированы, потому что у них банк под санкциями заблокирован SWIFT. Ну, где наше не пропадало, да. У меня вот за май набежит вот этот минимальный порог 100 долларов. И я заказала себе карту Тинькофф. Мне ее уже принесли. Кстати, делается очень быстро. Даже сегодня, вот если заказать, да, послезавтра уже ее привезут, то есть два дня, грубо говоря. Тинькофф выпускает карты Visa. Карта Мир не прокатит для Ютуба. Это я вот говорю информацию для девочек, у кого тоже свои каналы. Кому не интересно, скажем это, можете выключать видео. Больше никакой для вас полезной информации не будет. Карта Мир не прокатит. Я про это прочитала, что на Мир из-за границы переводы приходить не будут. Но Тинькофф выпускает визу. Честно, я не знаю, как они это делают, потому что я слышала, что больше у нас новые карты Visa и MasterCard открываться не будут. Ну вот как-то делает Тинькофф. Потому что я даже уточняла на горячей линии, прежде чем заказать, можно ли. Сказали, можно. Принесли мне эту карту. Я сейчас на Google AdSense зашла. Поменяла все реквизиты. Спокойно дает изменить реквизиты. Правда, вот у меня был Сбербанк, да. Сбербанк написано заблокирован. Там прям стоит счет заблокирован. То есть туда даже бы уже деньги не отправляли мне. Потому что Свифт заблокирован, да. Ввела новую карту, ввела новые реквизиты. Все это через личный кабинет можно узнать. Там открыла карту в рублях, но в личном кабинете там можно выбрать получить в долларах. Реквизиты в долларах, да, для долларовых переводов. Я все написала там на английском, все выдается. Ну, в общем, будем ждать в июне. Будет, не будет. Ну, если не будет, то тогда я на это дело забью вообще с Ютубом, с выплатами с Ютуба, да. Поэтому подождем конца июня. Я вам тогда уже расскажу, пришли денежки или нет. Но знаю, что в прошлых месяцах, вот в апреле, да, в мае еще не было, по-моему, да, в мае еще не было выплат, только 20 число, 25 где-то. В апреле на Тинькофф деньги приходили. На Сбер нет, на Тинькофф пришли людям, у кого был сразу Тинькофф, там стоял реквизиты. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. И, кстати, по Яндекс.Дзену я тут вывела первую зарплату, скажем так, да, ну, честно, смешные деньги. За полтора месяца мне набежало тысячу, плюс еще налог с нее заплатить. Потому что на Яндекс.Дзене там обязательно нужно быть самозанятым и сразу отчисляется, да, ну, начисляется в личном кабинете налоговый налог тебе на эту тысячу. И плюс еще вывести 75 рублей там на Юмане, по-моему, называется какой-то банк, интернет-банк, да. Сначала приходят туда деньги, и чтобы мне вывести на мою карту, Сберовскую я выводила, еще 75 рублей с тысячу мне сняли. Ну, как бы вы понимаете, да. Зарплата такая, что живем и радуемся, ни в чем себе не отказываем. Все, буду на этом заканчивать. Надеюсь, это видео было вам полезным. До новых встреч. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, не обижайтесь на меня, пожалуйста, за то, что я вам в этот раз понаговорила. Но иногда нужно, скажем так, высказывать свое мнение. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok